Включи воображение и сделай самую царскую тему. Ай-яй-яй, какая годнота! Ну а если ты решил забрать вот этот юз, мы можем сделать просто охренительную тему Стим. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как легко и просто сделать кастомную тему для твоего Стим-аккаунта. Будет просто, Пушка, покажу тебе уже готовые варианты, либо сделаем определённо какой-то под тебя стиль. Готов? Присаживайся поудобней. Я начинаю. А победителем на древесную гадюку у нас становится Барабанная Дробь. Кто же здесь? И у нас Сплэшер говорит... Что-то пальчики вверх, дружище, я тебя поздравляю. Напиши мне ВКонтакте и подтверди, что это твой Ютуб-аккаунт. Ну а если ты решил забрать вот этот юз, тебе нужно подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить на канал. И в эту пятницу подведём итоги. Как ты уже, наверное, догадался, речь пойдёт о Steam Customizer. Сайт так и называется, steamcustomizer.com. Кстати, в закреплённом комментарии я оставлю ссылку на этот сайт. Только если что у точки, убери пробелы и всё, залетишь на сайт. Итак, создай свою тему Steam. Сразу нам говорят, что такое тема Steam. Если мы зайдём к себе в Steam, то увидим вот это вот всё оформление. Оно и есть. То есть вот это зелёненький значочек, вот эта подсветка около библиотеки и прочее-прочее. Это и есть тема. Но благодаря этому сайту мы можем сделать просто охренительную тему Steam. Давай зайдём в галерею и вообще посмотрим, какие вот ребята уже темы делали. Вот, например, зелёного цвета. Вот серо-красное. Вот под киберпанк, кстати, сделано прикольно. Под розовый тоже, но это для девочек, наверное, больше. Тут красное, ля, слышу, амбрелла. Ну и куча-куча всяких разных тем. Но мы останавливаться на этом не будем, не будем рассматривать чужие темы. Мы делаем собственную тему. Как это сделать? Заходим обратно на главную страницу. И после чего нажимаем создать. Здесь мы видим как раз вот те самые настройки, что и где как можно сделать. По клиентской части это вот то, что я рассказывал. И также в диалогах тут также можно изменить шрифт и прочее. Ну что, начнём с клиентской части. Естественно, мы можем двигать вот этот значок. Мы здесь его поменяем. Нажимаем стиль главного окна и выбираем то, что нам нужно. Вот этот значок здесь и есть. Тут есть уже готовые варианты. Например, вот габенчика можно поставить, да? И вот его личико будет вот так вот нам показываться. Но мы его оставлять не будем. Мы добавим свой логотип. Точнее, почему мы? Я добавлю свой логотип. Именно сайбербанана. Поставлю также сюда в угол. И всё сделаю под жёлтый цвет. Ну что, давай приступим. В принципе, открываем, заходим, выбираем логотип. Он у нас, конечно же, появляется. И вот он огромный. Единственное, что его надо сделать как бы поменьше. Потому что он слишком большой. Я его сдвигаю меньше, меньше, меньше. И добавлю в самый угол. После чего буду менять цвет также под жёлтый. Ну что, уже, уже виднеется. Уже логотипчик виден в уголке. Вот так вот, я думаю, нормально. Единственное, что немножко повернём. В принципе, вы также, ребята, у себя сможете потом в будущем сделать. Отлично. Теперь давай, что сделаем. Жёлтый цвет основного, ну, оформления. Итак, летим. Сначала поставим импакт. Мой любимый, кстати, шрифт. После чего основной цвет добавим. Жёлтый. Тянем сюда. Это слишком какой-то кислотный. Нам надо больше в сторону оранжевого. Наверное, вот такой цвет более подходящий. Да, действительно, более подойдёт. Итак, дальше что мы летим? Мы цвет снизу не будем оставлять. Оставляем такой, как и есть. Это вот зелёненький такой. Подсветка light и dark. Dark, видишь, здесь тёмное. Light, светлое. То есть, light как раз подходит под нашу тему тоже. Логотип трогать не будем. В принципе, вот и всё готово. В диалогах, как сам понимаешь, тоже, в принципе, всё отлично. Вторичный цвет трогать не будем. Так и оставим синий. Пусть будет. Ну что, теперь нажимаем скачать. И устанавливаем тему уже к нам на компьютер. Мне нравится, кстати, пацаны. А вам лайкусик, если да? Я специально себя передвинул в другую сторону, потому что, когда ты нажимаешь скачать, у тебя загружается именно steam.stskin. И сразу пишется, началась загрузка скина, и убедись, что у вас установлена программа для stskin файлов. Нажимаешь на неё. Естественно, она сразу вот появляется. Нажимаешь её загрузить. После чего устанавливаешь, и туда уже загружаешь тот файл, ну, который у нас уже скачался. Погнали это сделаем. Устанавливаем программу, нажимаем next, я подтверждаю, и пусть загрузится у тебя на рабочий стол. После чего заходишь в эту программу, нажимаешь файл, открыть, и находишь как раз тот файл, который ты скачал, а именно вот enchanted steam. Ну всё, открываешь его, нажимаешь окей, у тебя перезапускается steam. И волшебным просто движением руки, наконец-то, у тебя всё появляется. И уже, смотри, с жёлтеньким цветом то, что нам нужно. Ай-яй-яй, какая годнота, какая красота. Ну что, убедился, годно. Да, конечно, это годно, это прикольная тема, устанавливай себе такие штуки и наслаждайся красивым оформлением steam. Ну, как ты можешь заметить, это только оформление steam, ничего более, поэтому за это баны ты не получишь. Наслаждайся тем, что именно ты сделаешь. Например, у меня, наконец-то, тут видно, сайбербанан, логотипчик. Давненько хотел себе такую тему сделать. Также мы увидели, что теперь подсветка букв тоже существует, она беленькая и красивая. Мне это действительно нравится, и я хочу, реально хочу, чтобы ты попробовал сделать что-то своё. Давай, включи воображение и сделай самую царскую тему. Но если тебе потом в итоге это не понравится, просто заходишь, смотри, в steam, после чего настройки и после чего интерфейс. И тут ты выбираешь стандартное оформление и меняется всё на свои места. Но я оставлю этот жёлтый цвет, потому что мне это подходит. Спасибо, что досмотрел мой ролик до конца, и обязательно ставь лайк, если действительно он тебе понравился. Ну и присоединяйся к моим социальным сетям. В инстаграме я делаю истории своей реальной жизни. В дискорде я с ребятами катаю один на один, и просто по вечерам общаемся. Ну и группа ВКонтакте. Это годные мемасики. Каждый день самый сочный контент. Поэтому, дружище, ещё поучаствуй в этом конкурсе, который я сказал в самом начале, и посмотри вот этот годный видос. Я буду доволен, и я уверен, ты тоже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok